Приветствую вас и ситуацию напоминает о следующей картине. Вы общались с молодым человеком и вы были вместе, у вас были какие-то отношения, вы заходили в своем взаимодействии, полгода жили в одном городе, и когда вы уехали в другой город, вы обочувствовали себя без него. И именно этот период, когда вы были без него, когда вы почувствовали некую свободу, вы поняли, что без него вам лучше, что это в итоге не ваш человек, что это все-таки не совсем подходящий вам мужчина. И вы не пишете, но, может быть, вы вернулись обратно в свой город, или, может быть, вы начали получать от него знаки внимания, более, так сказать, явные, еще находясь там. И это, например, как бы дает вам почувствовать, что вы не свободны, что вы не сами по себе, что вы все еще с ним. И из-за этого вас раздражает, что вы уже, вы почувствовали свободу, вы, по сути, уже отстранились от мужчины. У вас это произошло естественно, у вас это произошло само по себе, и молодой человек все еще продолжает к вам тянуться. И из-за этого вас раздражают его ласки, его проявления внешности и так далее. В данном случае вам нужно, если вы находитесь все еще в городе другом, вам можно и нужно просто игнорировать его какое-то время, не общаться, никак с ним не взаимодействовать, чтобы лучше понять, что вы к нему чувствуете, что вы ощущаете. Если у вас действительно к нему равнодушие, то это одно. Если чувства просто немножко подостили, то они у вас разгоряются с новой силой, после того, как вот какое-то время вы побудете без него. Если вы сейчас уже вновь с ним в городе, и по-прежнему видите его, по-прежнему встречаетесь, то вам нужно попросить его взять паузу в отношениях и опять какое-то время побыть в одиночку без него. Это поможет вам лучше разобраться в себе, лучше понять, что вы чувствуете. И если ваша симпатия, как мужчина, действительно прошла, то в этом нет ничего ненормального, в этом нет ничего плохого. Это абсолютно неестественный процесс, и просто ему нужно прислушиваться. То есть основная ваша проблема на уровне личности заключается в том, что вы не прислушиваетесь к себе. Вы не доверяетесь своим ощущениям, своим эмоциям, своим переживаниям. Они вам как бы говорят, что молодой человеку вам больше не интересно, что он вам не нравится, что его ласки вас не интересуют, даже противны. И вы, вам для того, чтобы чувствовать себя комфортно, нельзя отмахиваться от этого. Это сигналы, которые присылают вас в сознание. Это сигналы, которые отражаются в вашем сознании. Это сигналы, которые говорят вам, что от мужчины следует временно дистанцироваться, а может быть и не временно, может быть даже, ну потом вы это поймете, что может быть и навсегда. Но начинать нужно именно с этого. Конечно, если вас именно бесит, именно раздражает, то здесь имеет место эмоциональная вовлеченность. Может быть, вы считаете, что мужчина делает это не потому, что действительно чувствует к вам подобную нежность. может быть, вас это раздражает потому, что молодой человек, по вашему мнению, делает это для того, чтобы как-то защитить себя, защитить свои интересы. Может быть, вы считаете, что молодой человек специально так себя ведет, чтобы как-то удержать вас, чтобы как-то оставить вас рядом с собой, при этом вы чувствуете, что как доковая вы ему не нужна. Ему нужны вы в качестве средства для удовлетворения своих потребностей. Если это так, то тогда ваша реакция негативная, ярко выраженная негативная реакция вполне себе нормально и естественно. и в таком случае от мужчины тем более можно и нужно дистанцироваться и от этих отстраниться, чтобы, ну, скажем так, не травмировать себя, чтобы не ломать себя, чтобы все-таки вы были в тех отношениях, которые вас устраивали бы, которые вас радовали бы, приносили удовольствие и были бы такими, какими вы сами хотели бы их видеть. Это очень важно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личную помощь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok